всем привет у нас сегодня очередная встреча на тему сетевых протоколов в linux а вот я провел большую работу над ошибками ну или ошибки привели большую работу надо мной не знаю как правильно сказать причем это относится и к моему неудачному эфиру в прошлый раз и к настройкам а firefox а в этот раз дело в том что монитор на котором я все это смотрю и соответственно скринка с которого вы наблюдаете он такой полтора хд вот то есть там 2 с гаком пикселей 1000 на 1000 с гаком и соответственно шрифты по умолчанию маленькие я их увеличил но к сожалению сайтики многие в частности движок сфинкса такие вещи понимают очень плохо и у него время от времени встречаются ширина поля в пикселях вот мы ее на вчера наблюдали как раз ну вот что еще могу сказать еще могу сказать что сайт риды dogs . орг заблокированы роскомнадзором по решению иркутского суда но только он то есть все работает кроме титульного сайта риды dogs . орг ну в общем мы сейчас знаем что люди очень не очень грамотные занимаются блокировка поэтому что поделать вот это такие новости на сегодня а у нас они транспортный уровень и я попробую поговорить про то же самое про что мы говорили в прошлый раз но вернее про то что мы пытались говорить прошлый раз но на новом так сказать уровне первое долг за прошлую лекцию которую я прям таки не отдал а вот а именно разговоры о других протоколах неравных tcp и udp смотрите мы когда формулировали что нам может понадобиться от транспорта мы перечислили какое-то количество свойств не знаю все ли они тут в этой табличке или не все но в общем какое-то количество свойств которые могут потребоваться при решении транспортной задачи значит ну на первых свойства гарантии существования этого самого абонента то есть установление подключения вот свойства ожидать и посылать подтверждение на прием каждого пакета вот мы смотрели про слайдинг window как это может быть ускорено контроль цельности поток то есть там подсчет пакетов порядка исследований всего остального отслеживание качества поток в первую очередь пропускной способности этим же тоже у нас занимает слайдинг window да мы можем вот этот объем одновременно посылаемых данных ограничивать причем с обеих сторон вот но и собственно сколько пакетов у нас в одном потоке вот бывает несколько бывает один если выставить все галочки надо или намного у нас получится 10 пиа если выставить все галочки на нет у нас получится и депи ну здравый смысл подсказывает что он есть наверное какие задачи которые решение которых с помощью tcp одного лишь только или с помощью депи работает ну так себе вот поэтому давайте просто глянем одним глазом на то какие еще протоколы транспортного уровня бывают вот просто чтобы понять что надежный канал с контролем и соответственно одна произвольная датограмма это конечно два универсальных инструмента но чем сложнее задача реального мира до тем больше хочется иметь инструментов более к ним подходящий значит первое не знаю кто из них исторически первый но первые задач ситуация когда у нас порядок данных в потоке соблюдать надо обязательно но данные оттуда могут выпадать из этого потока имеют право и вот эти выпавшие данные нам точно не нужно получать повторно или почти сразу перестает быть нужно получать повторно типичный пример это любое мультимедийное вещание особенно широковещательно да мы знаем что нельзя делать широковещание с помощью депи потому что на все потери от каждого из ваших абонентов будут путь получать подтверждение ретрансмита и все остальное вы задолбаетесь вот мы также подозреваем что поточное скажем видео вещание с помощью цепи делал такое да у вас пропал какой-то кадр и там в течение целый тайм-аут этот кадр никак не приходит смысла его этот кадр пересылать нету пускай лучше картинка немножко окраситься кубиками но будет продолжать работать чем даже если вы потом в конце концов от кадр получите он же никому не будет нужен вот и для этой цели как раз для решения подобного рода задач придумал протокол 10 год который расшифровывается как дата грамм что такое как не как дата грамм что такое конечно control протокол control то есть идея стоит в том что у нас собственно программы но эти дата граммы во первых упорядоченные мы знаем в каком порядке не должны идти да и внутри какого-то небольшого буфера мы их можем перепорядочить при получении вот а во-вторых они вполне могут пропадать в случае если там переполнение какой-то или еще что то вот я его поставил первым я подзываю что это один из самых первых разработанных протоколов ну потому что мультимедийные вещами ибо для него есть даже специальные специальный стандарт как на уступка как его оборачивать в юдипе заголовки чтобы устройство которые не понимают не умеют 10 себе думали что это юдипе просто пропускали это как дата грамм такой вот значит гибрид можно было сделать да и так вещание при котором у нас важен порядок условно важен ограниченно важен порядок но точно не важно цельность или тоже она очень ограничено важно ее на не надо ее соблюдать надо соблюдать в первую очередь фронт самого потока еще один вариант когда у нас одновременно совершается много потоков передача сразу большого количества разных наименований данных с одного сервера на другой ну про сложный веб страниц или что-нибудь такое вот но на самом деле нет на самом деле это сказать все в первую очередь со всякими технологическими взаимодействия связи и вот в этом подключении в этом соединении в действительности это не один поток а много фактически мы относимся к большому подключению как такому потоку с параллельно передаваемые объектами а комика микропотоком там внутри скорее как к объектам произвольного размера да такая безразмерная дата грамма внутри внутри значит потока дата грамм да и вот порядок этих дата грамм то бишь этих микропотоков которые начинаются через некоторое время дали быстро заканчивается он не очень важен ну кто первый закончит то вот тот и молодец да а вот внутри них конечно же важно чтобы был порядок цельность это самое качество вся вот это вот ерунда вот то есть это такой поток для такой протокол для передачи большого объема разнообразных данных внутри одного подключения вот поскольку большой объем внутри образно разнообразных данных это всегда массовое обслуживание тут первый раз возникает тема который возможно мы еще сегодня потрогаем это атака на протоколы типа tcp вот связанные с тем что для каждого для каждого соединения ваш компьютер линуксовый например должен при при установлении соединения отводить сразу здоровенную здоровенную приличного размера структурку для обработки этого соединения если допустим мы захотели за 2 то есть ваш компьютер и совершаем миллион посылаем миллион или миллиард запросов на установление соединения при этом разумеется не хотя их дальше эти соединения продолжать просто запросы то под каждый сим у вас образуется некий буфер в вашем ядре ну и соответственно в какой-то момент все по вот чтобы вообще этот вариант исключить в протоколе с цтп стрим control transmission до прав протокол управлением большим потоком или мелким потоком внутри большого вместо трех уровневых и шейка четырех уровню их и шейк вот это означает что пока вам пока вам ваш абонент не ответил на син дальше ну там давайте посмотрим там должна быть картинка красивая значит вот у нас сим ну и нет вот у нас ок этот ок ничего от сервера не требует мы говорим окей там кто-то вот чет хочет минимально дальше вот у нас куки эти куки есть результат обработы обработки вот этого и не так а и дальше мы отвечаем окей куки принято вот вот этот четырех уровневый четырех уровневая система не 3 а 4 решает сразу две задачи задача первая мы вот на этом этапе на этапе возможной атаки почти не требует ресурсов от сервера дальше мы говорим что ну теперь давай работай а на этом этапе требуется ресурсы от клиента соответственно супер быстрые атаки на заваливание заваливание сервера синами как это с целью чтобы вот здесь вот был заведен буфер вот супер быстро атаки на заваливание сервера и нитами при таком при таком значит подходе невозможно потому что еще куки надо послать а куки это уже самому надо работать клиент вторая задача который решает вот это четырех уровня рукопожатие это наконец-то можно оторвать от идентификатора транспортного айпи адрес помните мы возмущались как так мы декларируем независимость уровней протоколов декларируем декларируем а значит в результате получается что у нас одним из идентификаторов потока транспортного tcp да и депи тоже под эта грамма является ip-адрес отправить а другим ip-адрес получать внезапно ну так вот поскольку у нас есть время на то чтобы договориться вам в этот вот они потоки внутри потока в этот протокол с ctp в вложен такая штука как мульти хоуминг вот мульти хоуминг это возможность одновременно посылать данные сразу по нескольким каналам если они доступны несколько адресов например например вай фаю по проводу вот и этот мульти хоуминг заложим сам протокол это не свойство вашего маршрутизатора или фаервола который будет распределять нагрузку а это свойство протоколу в результате вы вот в процессе вот этого договора процессе это договора рассказываете вашему сервера какие бывают айпи адреса на которые можно посылать пакеты вот а в качестве идентификатора вместо так это надо вернуться на английскую википедию а в качестве идентификатора вместо айпи адресов выступает так называемая соседей шин или верификей шин тэг вот это некое уникальное число который идентифицирует ваш поток внутри вашего протокола хранится какие там айпи шинки были доступны вот ну в общем наконец-то произошло отрывание идентификатора сетевого уровня от идентификатора транспортного порт разумеется остается но порт всегда был идентификатором транспортного уровня такая вот фильме что еще мы с вами говорили в прошлый раз о том что он послать еще больше пакетов ради того чтобы посылать меньше пакетов это конечно остроумная но не всегда хорошо работающие фичи тсп помните да мы просто выбрасываем некоторые пакеты из тсп трафика ах но при этом схлопывается но выбрасывание пакетов приводит к ретрансмита то есть к посылке еще большего количества пакетов ах но действительно схлопывается это еще большее количество пакетов все-таки не настолько больше как если бы мы ничего не делали но тем не менее да начаться контроль переполнения цепи канала устроен таким образом что мы выбрасываем из него пакеты поэтому пропускная способность канала резко ну логическая резко падает но пакетов в сети становится еще больше чтобы вместо этого сделать что-то такое более разумное да не 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 съесть что-нибудь чтобы похудеть и послать побольше пакетов чтобы их было меньше разработан протокол и и цен который соответственно занимается именно congestion вот он правда требует мозга он требует мозга от устройств потому что собственно смысл и цен состоит в том чтобы сначала спрогнозировать возможный возможное переполнение канала то есть вот вы передаете передаете и от какого-то из абонент у вас вы видите что все он сожрал ресурсы или скоро сожрет что важнее а потом когда вы прогнозируете что вот этот чувак сейчас сожрет ресурсы вы ему посылайте и цену уведомления о том что знаешь что это офицер лёгко при губы а при груди коптит вот и тем самым вы можете управлять гибко значит потоками данных которые проходят через ваш маршрутизатор до того как они поддаются в этот главный смысл и яйца ну и наконец еще один пример взятый непосредственно из-за пивы 6 вот он работает как я понимаю только на пивы 6 на пиво 4 он кажется нет работает работает на пиво 4 но способ его реализации этого протокола а это протокол ресурс ресурс резервейшен он какой такой чистая пиво 6 вот связан с тем что мы на всем пути предположительном следовании наших пакетов на всем пути от начата от источника до приемника говорим а нам потребуется такая то пропускная способность или такой такой of service например это делается для разграничения того же мультимедийного трафика который который чувствительным скажем так который допускает потери пакетов но чувствительных их массовым потерям да и скажем надежной передачи файлов который может быть пускай медленнее работает но зато она надежно передает файл да вот мультимедийный трафик можно попробовать задрать приоритет сказать ну вот пожалуйста резервирует буфер резервирует простую способность дорогой мышки зато вот для этого канала вот и вот такая примерно вот такая примерно ерундень опять-таки типичный вызов современности чайлендж прошу прощения за термин вот позволяет сервисом которые как раз рассчитывают на ненадежные но по возможности как можно более цельный поток данных резервировать нужный ресурс понятное дело что это сплошной договорняк что если много абонентов внезапно будут ломиться на один и тот же сервер с требованием выдать им все ресурсы как можно больше ничего хорошего не получится это надо уметь балансировать вот в принципе вы можете придумать еще много всяких протоколов транспортного взаимодействия обращаю ваше внимание речь идет о транспортном уровне на котором мы решаем задачи надежности доставки управление потоками вот это все просто это более хитрые транспорты главным образом как мы видим отличающиеся от тси пи тем что там есть какие-то моменты где жесткости себе в плане подтверждений или в плане надежной доставки не такая жесткая вот это значит мой долг за прошлую лекцию номер один теперь мой долг за прошлую лекцию номер два хотя я не уверен что если бы я все рассказывал тогда даже сисьме все удалось у меня бы все получилось и кстати наверное давайте мы начнем с другого мы начнем с вертолбокса нашего любимого вот потому что потому что я тут одна из один из 1 работ над ошибками состояла в том что я написал несколько скриптов таких достаточно наколенных для того чтобы нам было удобнее на лекциях присоединяться к вертолбоксу но вот тут вот как раз потребуется некоторое некоторое объяснение значит объяснение стоит в том что вертолбоксом и вертолбоксами хостами можно управлять не только из гуя из гуя так это какой то не тот о их там все по удалять вот не только из гуя но и кнопочками но из командной строки сразу скажу командная строка вертолбокса это адский ад вот вот документация по документация этот еще раз эта документация по утилите командной строки обратите внимание на скроллер справа команда строка ну номер доела но тем не менее этот инструмент пригоден для скриптования он пригоден для управления виртуалками абсолютно нереальный выучить наизусть но какой-то питок питок команд питок команд а то и десяток запомнить можно андрей я только что ответил на вопрос чем в бокс менеджер не очень хорош да это именно он да эта документация по в бокс менеджер она вы не возьму его невозможно запомнить надо каждый раз лазить в документацию но да я буду пользоваться именно на вопрос чем вертолбокс лучше чем квм сразу скажу это вспомните известный анекдот про он правда слегка национальный поэтому я не буду говорить в общем чем квм на самом деле ничем не лучше да правильный ответ чем вертолбокс лучше чем квм чем 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 квм лучше вот на самом деле никто не лучше я использую вертолбокс исключительно из-за одного свойства создание виртуальной сети виртулбоксе той через которую мы связываем наши абоненты это просто заключается в том чтобы придумать имя для этой виртуальной сети мы это увидим еще сегодня да для того чтобы связать все абоненты квм в виртуальную сеть понадобятся некоторые упражнения в том числе с хост системой в том числе требующий прав суперпользователя в том числе не всегда до конца работающие в том смысле что такая виртуальная сеть на самом деле в полноценной виртуальной сети не является в квм есть более мощные инструменты объединения сразу нескольких виртуал окс на разных хостах виртуальную сеть грубо говоря изернет овер юдипе вот но пользоваться я им не умею вот пользоваться им не умею они тоже сложные и они для более сложных внедрений чем наш один единственный экземпляр на одном единственном смысле 11 экземпляру супервизора на одной единственной машине вот как копировать текст виртулбокс мы уже несколько раз говорили но сразу скажу в консоль копировать текст не получится и именно сегодня я еще раз расскажу о том как их копировать не в конце вот сразу чтобы значит вместо вот такой команды удалить вместе со всеми файлами попробуем поработать с виртулбоксом из командной строки бокс менедж лист в мс вот они вот наши сервер клиенты роутер машинки которые я хочу удалить и дать их сразу по удаляем так клиента 2 у нас нету вот так вот удаляется машина вместе с диском на который ну дифференциальным диском который мы значит ее создали она регистрируется и тут же удаляется все ее файлы то же самое сделаем с роутером вместо имени можно задавать вот этот уид уникальный идентификатор но чё-то мне лень еще и срв тоже тут кстати а я закрыл закрыл виртулбокс довольно прикольно наблюдать как этот момент в гуе виртулбокса соответствующие соответствующие виртуал очки само удаляются вот она тут осталась одна мы помним что вот эта виртуалка у нас предназначена для того чтобы для того чтобы из нее клонировать вот из командной строки чтобы клонировать нужно обязательно создать snap shot он называется в бы snap интересно что будет если скажу удалить о отлично вот давайте воспользуемся утилиты командной строки я написал в раппер потому что там несколько командочек довольно странненьких мы сейчас как раз их глазками посмотрим ручками набирать не будем вот оба системы виртуализации и qm qvm виртулбокс характерно тем что у них бесконечное количество параметров командной строки поэтому да значит чего сейчас будет происходить сейчас мы будем это мной написанный скрипт коротенький сейчас мы будем делать клон вот это виртуалки чтобы из них создать нашу сеть и поговорим как раз про дальнейшей нашей темы значит какие там параметры название клона ну скажем и сервы тот самый и дальше какие сети у нас будут подключены давайте сейчас посмотрим какие сети есть нет в целый куча есть сетей вот это просто все сети которые где-то как-то в моих виртуалках названы ну вот давайте значит скажем в бы snap назовем наш клон и сервер порт на который мы будем телнетится только не телнетится об этом я тоже расскажу можно указать в этой утилите явно можно не указывать потому что он сам выберет по количеству по количеству виртуалок просто по номеру количество виртуалок приплюсует их к стартовому номеру мы сейчас это увидим еще раз и это утилита мной написано это вот 10 строк наш или может быть 15 я ее опубликую если кому надо вот сегодня после лекции значит дальше мы указываем сети к которым мы хотим подключить ну традиционно сервер у нас одним концом уходит в интернет и этот этаж 0 мы не трогаем этаж 1 будет называться интернет вот по моему этого достаточно недостаточно а базы мы должны указать базовый бау а из чего мы клонируем там и клонируем easily минимум конечно вот что при этом произошло сначала был снят сныпшот под названием убы術 от если такого снапшота не было вот он бы снят снапшот под названием вbes много чтобы если такого с owed что то не было не с чего клонировать так работает командная строка так что сначала мы сняли но неuri снепшот вот в боксwave который снимает такой снапшот я специально свои утилиты выставил прошел плюс плюс x чтобы можно было видеть, какие он выполняет команды. Ну, take, web, snap, все. Дальше мы клонируем, говорим в boxmanage, склонировать alt-minimal. Он клонирует по умолчанию последний snapshot, собственно, вот этот. Нет, мы сами указываем, какой snapshot мы клонируем. Сразу говорим, какой группе он принадлежит. Это наша Linux Network 2022, чтобы все машинки складывались туда. Название машинки. Вот это вот ни за что не догадайтесь, что означает, минус-минус options равняется link. Это означает вместо полного копирования диска делать дифференциальную копию, которая обращается к исходной как к базовой. Почему link? Видимо, когда-то там сим-линки ставились, что ли, в прошлой жизни, не знаю. Дальше мы ее автоматом тут же регистрируем, чтобы она вот здесь появилась. Ну, собственно, все. И так создается клон. Вот он, этот клон. Он называется SRV, как мы и сказали. Дальше этот клон мы должны еще донастроить. Донастраиваем этот клон с помощью... Здесь был клон-вм, здесь модифай-вм. Донастраиваем клон SRV со словами COM-порт будет такой, что слушает на TCP порту, как сервер, на порту 2301. Вот это 2301, это просто количество виртуалок в нашей группе Linux Network, плюс 2300. А дальше мы настраиваем сетевые карточки. Говорим, сетевая карта 2 имеет тип intnet и подключена к сети под названием intnet. Тут, к сожалению, путаница. Вот это тип, internal network, а вот это ее название, оно просто так же называется. Ну и кабель подключен. Вот. Теперь мы можем эту машинку просто запустить, пускай работает сервером. Можем сюда деблкликнуть, а можем сказать startvm. Startvm.srv. Вот. Ну вот она запускается так же, как и раньше, как всегда это у нас было. Вот. Консолька, все. Поскольку мы настроили подключение к этому, к компорту, а у нас теперь в виртуальной машине на компорте, на компорту консоль запускается, то мы можем сейчас, как в старые добрые времена, прителнетиться к этой консоли, но я бы не стал это делать, потому что мы помним, что телнет работает отвратительно, и это был один из демотиваторов, почему я на прошлой лекции сбился и стал, значит, ну просто что-то не заработал, а это обескураживает. Значит, вместо телнета мы будем пользоваться утилитой SOCAT, про нее чуть позже будет разговор, и эта утилита умеет абсолютно в любые, ну или, как скажем, в очень многие эти сетевые соединения, вот. Соответственно, для того, чтобы присоединиться к уже имеющемуся порту, давайте скажем, нетстат минус лтп, и увидим, что у нас на порту 23.01 непонятно кто, но это наш точно порт. Непонятно, кто на нем сейчас дежурит, это можно было от рута говорить. Вот. Но это он. Более того, если внимательно посмотреть в окружающую среду, то можно обнаружить, сейчас, так, бокс-менедж лист running.vm Вот он. А если сказать минус л, то он расскажет все настройки, и в частности NewArt UART О! И в частности, говорит, что вот он, у нас UART вот на основании вот этого, на основании вот этого и вот этих данных мы можем смело, смело утверждать, что машинка под названием SRV подключена кум-порту вот, то есть ее кум-порт имитируется TCP соединения на порт 2301, сейчас мы к ней подключимся. Значит, это еще одна утилита тоже из 10 строк, которую я написал, которая называется VB Connect, вот, она просто просматривает все, вот делает этот самый лист минус лонг, а потом оттуда выковыривает имена и UART, и если имена и UART совпадают, в смысле, если они действительно вот так вот устроены, то она нам покажет покажет все возможные варианты подсоединиться. Ну, а если мы укажем этой утилите VB Connect либо имя, либо порт, то она выполнит подключение, но не с помощью программы Тиллета, а с помощью программы SoCADS вот такими параметрами. Давайте их скопипастим. С какой там порт 2301? Значит, что здесь написано? Здесь написано, что утилита SoCAD будет присоединяться к по протоколу CP4, к localhost на порт 3201. А с нашей стороны, со стороны ввода-вывода, будет происходить следующее. Во-первых, минус означает, что ввод с экрана, вот с клавиатуры вывод на экран. С FMA Crow это вот аналог в телнете моды Charakter, только более аккуратный. И с этим самым чего-то там Flow. Ну, короче, аккуратный. Echo 0 означает, что то, что мы вводим, немедленно не выводится на нашей стороне, а ждет, пока с той стороны нам вернут или не вернут этот символ. Потому что по умолчанию все, что мы вводим, сначала нам показывается, потом мы ждем Enter, и тогда оно уходит. Вот. А вот это Escape равняется 15, задает ASCII код символа, который мы передаем для того, чтобы отсоединиться от удаленной машины. 15 это Control O. Control O. То есть, таким образом, мы сейчас установим подключение с Localhost на Localhost 3201, где нас ждет консоль вот этого нашего сервера SRV. Да. Конечно, refused. А, 3201. Надо 2301. О! Вот наш логин. Root. В общем, после вот такого подключения к виртуалке, у которой включен COM-порт, напоминаю, что когда мы ее клонили, мы указали включить COM-порт вот здесь. И вот здесь он включен. Давайте на это посмотрим. Да? Включен COM-порт на сервере сервер 2301. Вот он. Вот он. Включен. Ну, мы сейчас не можем он засерен, но ведь COM-tcp не подключаться, а самому создавать 2301. Да. Так вот здесь вот уже ответ на вопрос питон-пруга. Вот отсюда копировать, вставлять, как белый человек мы можем. Совершенно, совершенно свободно. Давайте протестируем отключение. Скажем, Ctrl-O. Отключились. Шикарно. Вот. Значит, мой этот самый скриптик еще умеет выставлять заголовок, причем я очень долго боролся, потому что тут бага есть в вот этом таббит окружении, но, короче, для нашего с вами удобства 2301 у нас теперь будет эта вкладка называться SRV. Вот. Вот примерно этим механизмом я буду пользоваться для работы с виртуалками отныне. Они не будут плавать по всему экрану, они будут сосредоточены вот в этом таббит окружении, а вот это нам не нужно вообще. Поэтому следующую машинку, которую мы сейчас заведем, она будет называться роутер, мы заведем, давайте сделаем, во-первых, VBSNAP, назовем его соответственно роутер, у нашего роутера должно быть уже две сети, одна внутренняя, другая внешняя, соответственно, это будет интернет, а это будет называться, скажем, DEEP, вот, или изолейтед, нет, ну пускай будет DEEP, они разные названия, DEEP, вот, он, видите, сразу появился роутер, значит, напоминаю, что выполняются команды клон, VBSNVM, и VBSNAP, и в VBSNAP, и в VBSNAP, соответственно, видите, здесь уже две сети настраиваются, на этаже один будет интернет с сетью интернет, а на этаже этаж 2 будет интернет с сетью DEEP, ну, собственно, вот, да, теперь мы запускаем, стартвм, роутер, вот, и указываем ему способ запуска безголовый, безголовый способ запуска, очень удобная штука, особенно на медленных машинах, вот, я специально носил на практику, на семинар, самый медленный свой компьютер, и там работа виртулбоксовой виртуалочки была быстрее, чем работа в фоерфоксе несколько раз, вот, что такое Headless режим? Машина запустилась, мы ничего не видим, на самом деле мы видим, вот, мы видим, что машина запустилась, вот она, роутер, и мы можем к ней присоединиться, вот, ну, она еще не загрузилась, ждем, давай, 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 похоже, что зависла, давайте перезагрузим, господи, там, видите, вот окошко-то видно, окошко видно, посмотреть нельзя, окошко видно, кстати, обращаю ваше внимание на то, что несмотря на Headless режим, на самом деле консольку можно подглядеть вот здесь, другое дело, что ее кажется невозможно увидеть, вот, иначе как вот так, но тут она тоже видна, консолька, вполне себе, смотрите, у вас, превью, да, ну вот, вот, пожалуйста, мы подключились к машинке, которая у нас называется роутер, давайте мы ее переименуем, да ладно, это был пароль, ну вот, и еще один запрещенный прием, скорее всего, никому, многим из 10 присутствующих не будем накладывать квантер общность, не понадобится, вот, это еще один скриптик, который я написал для удобства работы, значит, для тех, кому очень интересно, что это делает, что он делает, расскажу, идея в следующем, смотрите, поскольку я подключился не по телнету, а просто с акатом просто к компорту, линукс с той стороны, гостевой, не знает, какого размера у меня терминал, он думает, что он классический 24 на 80, это приводит к тому, что любые программы считают, что терминал вот такого размера, вот, соответственно, вот, видите, вот, вот, соответственно, для того, чтобы это происходило как-то по-другому, нужно немножко сообщить нашему линуксу, какого на самом деле размер терминал, и вот тут вот вступает в дело абсолютно черная магия, дело в том, что Xterm, терминал, которым я пользуюсь в линуксе для своих нужд, имеет возможность, ты посылаешь на него определенную escape последовательность, а он в ответ, как бы набирается клавиатура, ответ, ну, в данном случае размер экрана, и когда я делаю вот так вот, то внезапно размер экрана становится правильным 36 на 98, ну, и еще заодно там всякие интересные штуки начинают работать, цвет появляется, вот, а главное появляется цвет в команде IP, поэтому я категорически не рекомендую использовать вот этот грязный трюк в отчетах по домашним заданиям, потому что вывод команды IP вместо красивого текста превращается в мешанину escape последовательности, это потом проверять будет абсолютно невозможно, я буду за это штрафовать, поэтому для себя любимых используйте, пожалуйста, вот эту штуку, это всего лишь навсего IP минус-минус color равняется auto вот вот она а в отчетах пожалуйста не используйте эту штуку, по умолчанию она не включена, такой вот мерзкий хак, но зато нам будет красиво на лекциях, так, я кажется почти все сказал, я не сказал только о том, как подавить машину, это очень смешно, реально очень смешно, сейчас покажу, просто покажу, значит, для того, чтобы остановить машину с точки зрения вертолбокса, надо послать ей команду acpi power button, то есть, как если бы кто-то нажал на корпусе power button, вот, почему так, ну, видимо, слов не хватило, ну, мы сейчас, это нас не интересует, нас теперь интересует команда сокат и неткат, неткатом мы пользуюсь на прошлой лекции, в общем, ничего военного в нем нету, давайте мы это делать пропустим, даже если вы не очень хорошо в этом разбираетесь, почитайте, там, ну, правда, лисен, не лисен, кат, не кат, все очень просто, возможно, 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 нам нужно поговорить про, установлен, про, про неткат в одном единственном ключе, как работает неткат в случае UDP, смотрите, вот у нас есть, допустим, так, это у нас что, это роутер, у него будет всегда единички в конце, а это у нас сервер, у него всегда будут двоечки в конце, вот, да, отлично, вот у нас есть два хоста в одной сети, мне кажется, я написал вчера вот ночью утилиту, который еще и сети показывает, сейчас, давайте попробуем, попробуем, попробуем выяснить этот вопрос, он показывает, какие у нас запущены машины и какие у них виртуальные сети, тоже, в общем, так себе утилита, один большой сет, на самом деле, абсолютно не нужно ни для чего, кроме наших лекций, поэтому такой велосипед, типичный велосипед от атипичного адмира, да, так вот, значит, все хорошо, они друг друга видят, делаем неткат минус L, listen, на порту 2345, 234, нам хватит, не хватит, раз, два, три, четыре, самый хороший порт, вот, переключаемся на соседний сервер, ой, не это, сейчас, переключаемся на соседний сервер, на роутер, говорим, неткат 10, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4, вот, здесь что-то набираем, здесь оно появляется, здесь что-то набираем, здесь оно появилось, поскольку это TCP, по умолчанию неткат работает на уровне TCP, мы установили подключение, надо было где-то запустить этот самый TCP dump, да, давайте мы запустим TCP dump, вот, значит, единственная неприятность с таким красивым подключением состоит в том, что дважды подключиться к одной машине нельзя, надо использовать либо какую-нибудь многоэкранную утилиту типа скрина, вот, я подумаю, как с этим побороться, в будущем, либо, таки да, расчехлить консольку и на консольке зайти, да, здесь отсюда мы ничего не можем копировать, ну, в смысле, отсюда, вовне, да, это вообще не очень удобная штука, но мы знаем, что консолька существует, можно же не запускать в безголовом режиме, так вот, сделаем TCP dump, dump, минус, и, этаж, один, протокол TCP, давайте еще минус, N, ему скажем, и скажем, в, допустим, да, запускаем здесь, listener, естественно, поскольку это порт, сервер, который принимает подключение, то никто ничего, значит, от него не требует, вот, и никого трафика он не генерирует, запускаем здесь, неткат, и сейчас я вангую, что у нас в TCP dump уже появится, собственно, 3-way handshake, вот он, значит, мы, что это у нас, син, синаг, ак, прям как по писанному, написали, передали, закрыли, финаг, финаг, ак, да, тот, кто закрыл, он, во-первых, сказал, что, прислал ак, подтверждение того, что пакет предыдущий принят, прислал фин, подтверждение того, что инициируется закрытие, та сторона говорит, хорошо, этот самый, SRV, закрытие, так закрытие, я тоже свою сторону закрываю, а твое подтверждаю, тот говорит, наша сторона говорит, подтверждаю закрытие, на этом все. Теперь, ой, зря это сделал, теперь давайте попробуем ту же самую картину сделать не с помощью TCP dump, о господи, не с помощью нетката, а с помощью, с помощью, ох, время идет, с помощью этого самого, соката. Значит, сокат тоже довольно жесткая штука в плане синтаксиса. Это man. Что нужно про него на самом деле знать, на самом деле он совсем не страшный, просто такой, слишком швейцарский нож для всего. Что нужно на самом деле про него знать, сразу идем в examples, это как у него указываются, у соката указываются, собственно, протоколы, по которым ты собираешься работать. Мы уже знаем, что протокол минус означает stdo, std in, std out, то же самое, что можем вместо минуса написать было слово stdo, а протокол TCP 4 означает TCP version 4. То есть у него два параметра откуда и куда, и это откуда и куда могут быть любые. У нас домашнее задание по прошлой лекции будет как раз, я подвинул, разумеется, дедлайн чуть ли не до воскресенья, и если нет пою до воскресенья, у нас домашнее задание по предыдущей лекции будет как раз на сокат, поэтому там как раз все это пригодится, то, чем мы сейчас пользуемся. Откуда и куда, с какого подключения, на какое подключение. Всегда два параметра. В неткате всегда один, потому что по умолчанию неткат всегда с std in, и std out работает, а в сокате два. Вот. И вот такое вот указание. Мы указываем какой протокол и параметры этого протокола. Собственно, все. Можно прямо сейчас воспользоваться этим волшебным штуком. У нас листнер был с какой стороны? У нас листнер был с этой стороны. Значит, сокат. Минус или std o, это не важно. Листнер. TCP4. Листн. Давайте посмотрим, прав я или нет. Но я почти уверен, что я прав. Да. На каком порту? Причем тут можно указывать, видите, на импорта, но давайте мы ради... Вот. И мне кажется, что это все. Мне кажется, что это все. Вот. Ну вот он слушает. Давайте проверим, что он слушает. Но я уверен, что он слушает. Даже поверить не буду. Вот. Давайте теперь с той стороны подсоединимся с сокатом. Сокат. Здесь можно написать минус. Давайте напишем std o, ради прикола. На самом деле это одно и то же. Дальше. TCP4. Это у нас подключение, поэтому безлиценно. На адрес 10.1.1.2. На порт 1.2.3.4. Вот. Вот. Вот у нас произошло подключение. Здравствуйте, cppdump. Да. Вот. Любая из сторон может начать передавать данные. Давайте начнем ради интереса сервера. Вот они эти данные передались. Мы видели, как оно моргнул тут. Вот. Давайте посмотрим на клиент. Пришло ли? Ну конечно же пришло. Все хорошо. Обратите внимание на то, что он постоянно говорит, что у него чексума не совпадает, но это никак не лечится. Я не знаю. Там можно просто отключить проверку чексума. Вот. Теперь мы разрываем соединение. Происходит обмен финами. Причем... А, да. Фин. Финак. Ак. Финак. Ак. Всем хорошо. Кстати, обратите внимание, тут как-то более по-хитрому. А, я не с той стороны закрыл соединение. Ну, хорошо, значит, с этой стороны закрылся. Вот. Та же самая картина, только с помощью соката. Нет, Андрей, нетката совсем другая утилита, вовсе не обертка. Вот. Но с точки зрения функциональности, да, неткат можно воспринимать как сокат, у которого одна из частей обязательность ТДО. Кстати сказать, спасибо, Андрей, за напоминание. У нас тут, значит, на Unix есть целая статья, которая называется Learnings Uncant SoCat in Terms of Netcat, которую я скопипастил из живого журнала, живого журнала, какого-то довольно крутого сетевика, вот, и даже взял на себя за труд немножко ее расформатировать. На всякий случай, мало ли, живой журнал. Ну, вот, а значит, здесь производится как раз сравнение соката и нетката, довольно популярное. А вот здесь происходит разговор про то, как сокат работает с UDP, тут меньше форматирования, к сожалению, просто не хватило рук. Вот. И это то, чем мы сейчас будем заниматься. По-быстрому. Для того, чтобы, давайте попробуем не глядя это сделать. Вместо TCP Listen попробуем написать UDP Listen, посмотрим, что получится. Умеет. Так, с TCP Дампель давайте поменяем TCP на UDP. Можно убрать V. Мне кажется, что так будет виднее. На нашем, на той стороне. Вместо TCP 4 поставим UDP 4. Давайте попробуем. Пока ничего не происходило. Посылаем, посылаем датограмму. Вот она, смотрите. Четко, безо всяких соединений, как совершенно белый человек, прислал одну датограмму. Эта датограмма приехала, нам ее сервер, разумеется, показал. Ну, давайте пошлем с сервера датограмму. Четко, как белый человек, отослали датограмму длиной 40 на ту сторону. Казалось бы, все то же самое. Но мы уже видим в TCP Дампель, что нет. Что, в отличие от потока TCP Дампель, который, как видите, очень много обменивается подтверждениями, акками, синами, шминами, вот этим всем. Пейлоут там был. Вот это пейлоут, все остальное, это подтверждение, только это пейлоут. Представляете, да? Обмен данных с помощью UDP состоит только из пейлоута. Шмых датограмма, шмых датограмма. В чем disadvantage? В чем недостаток? Нет никакого подключения. Как, скажите мне, пожалуйста, одна из этих сторон узнает, что другая сторона перестала слушать на порту? Правильный ответ. Никак. Вообще никак. Так, давайте ради интереса попробуем кого-нибудь остановить. Давайте остановим сервер. Больше он не слушает. Вот. Неа. Ну, конечно же, никто же нам финак не послал. Мы как посылаем на порт раз-два-три-четыре датограммы, так и посылаем. Егор спрашивает, а как же обратно датограммы ходят? Давайте проверим это. Давайте восстановим, как было. И еще раз пошлем, пошлем отсюда-сюда датограмму, новую. Вот она пришла. Обратите внимание, Егор, на то, что идентификатором транспортного уровня, как вы помните, является четыре числа. Адрес отправителя, порт отправителя, адрес получателя, порт получателя. Что мы видим на этой диаграмме? Мы на этой диаграмме видим, что с адреса, в данном случае мы с кого? С роутера посылаем. С адреса 10.1.1.1, с порта 44.577, на адрес 10.1.1.2, порт 1.2.3.4, по протоколу UDP пришла датограмма. Наш сокат знает, что эта датограмма пришла с этого порта. Он запомнил это. Соответственно, сейчас, когда мы будем отвечать, это логика работы самого соката. Это не свойство UDP. UDP, все, датограмма пришла, мы все позабыли. Это приложение под названием сокат работает по такой логике, что если к нам пришел UDP пакет с такого-то порта, такого-то IPшника, на такой-то порт наш, то когда мы будем посылать его обратно, обратно, то он будет с того-то, с того порта на этот. Это не свойствует UDP. Если бы мы поддерживали просто UDP, мы бы сейчас получили пакет и остановились. Все. Ну, потому что датограмма получена и, как бы, акт пересылки данных с помощью UDP прекращен. Кстати, очень интересная идея, Егор. Давайте проверим. Егор спрашивает, а если я с сервера начну отсылать, что-нибудь произойдет? По идее, ничего не должно произойти, потому что мы не знаем, куда отсылать. Давайте проверим. Очень интересно. Итак, останавливаем оба сурката. Делаем лисен. Как бы лисен. Понятное дело, никакого лисена в UDP нету. Мы просто принимаем одну датограмму. Делаем здесь. Никакого соединения. Пытаемся что-то передать. Пробуем. Неа. Егор, вы абсолютно правы. Поскольку никаких данных о том, кто, чего, кому передает, у нас не было. До тех пор, пока мы эти данные... Пока сам сокат не выучил, кто у него с той стороны по UDP насылает данные, естественно, ничего не заработало. То есть, это, фактически, мы с вами столкнулись с понятием прикладного протокола. Логика обратной пересылки UDP. Логика того, когда заканчивать, слушать на соответствующем порту. Это не свойство UDP протокола. Там таких терминов нету. Ну, кроме лисена, конечно. Это логика работы самого приложения NITCAD, то есть, определенного вида прикладной протокол. Продолжать слушать на том же порту дописнение и при получении UDP пакета с такого-то IP-шника, такого-то порта, отсылать обратно на такой-то IP-шник, такого-то порта. Довольно забавно. Кстати, давайте последнюю проверку, и нам пора переключаться к последней теме. Она сложная. Ну, хорошо. Еще две последние проверки, извините, не могу удержаться. Значит, давайте попробуем вот что. Давайте попробуем сейчас эту логику затестировать вот таким образом. Пришлем один пакет. Остановим. Пришлем другой пакет. А, пожалуйста. Он больше не хочет. С другого порта он больше не принимает. Он залит на той паре, которую мы только что остановили. То есть, вот этот, вот этот, вот с порта 33054, он захотел принимать, а вот с этого уже не захотел. Почему? Он сидит, слушает то. Ну, вот такая логика работы соката в данный момент. Как сделать так, чтобы все-таки принимать один? Вместо этого надо говорить, сейчас скажу что, волшебное очень слово, receive from and send to. Вот receive from and send to работают слегка по-другому. Ну, там тоже немножко другая логика, вы ее посмотрите. Но, listen, это receive from. Давайте мы скопипастим прямо. А то я не хочу пальцем набирать. Receive from. Вот. А вот здесь вот будет, соответственно, send to. Во. И вот тут вот, по идее, они должны один раз отработать и прекратить. Ну-ка. О! Вот. Другое дело. То есть, мы берем здесь вот, принимаем одну датограмму единственную. Что-то набираем. Тут я нажал Ctrl D. Конец файла. Конец файла. Принял. Кстати, он принял только первую. Ха-ха-ха. Но это понятно почему. Потому что первую датограмму... Хе-хе. Потому что вот это у нас режим из TDO был построчный. Соответственно, он ввел первую строку, отправил датограмму, все. Дальше вот все остальное пошло в никуда, потому что на этой стороне не было листера. Ну, понятное дело, что если мы скажем что-нибудь типа календарик, то, разумеется, разумеется, это все будет оформлено в одну датограмму. И вот. Домашнее задание, прошу заняться. Последняя наша тема. Это главная тема на сегодня. Я уже говорил, что большей частью нашей лекции посвящена исправлению ошибок, поэтому мы до этой главной темы только добрались. Эта тема называется трансляция сетевых адресов. Что такое трансляция сетевых адресов? Это механизм, который позволяет подменять один IP-шник другим при прохождении трафика сквозь транслятор сетевых адресов. Зачем это может быть нужно? Ну, например, если у нас IP-шник из интернет-диапазона, там 10 что-то там, 192 168 что-то там и так далее, а нам нужно в интернет ходить. Значит, кто-то на пути нашего пакета должен подменить наш IP-шник нормальным IP-шником. Ну и обратно. Когда-то очень давно, и это то, что у меня не получилось на прошлой лекции, подмену IP-адреса одного другим можно было сделать с помощью просто маршрутизации. В момент принятия решения маршрутизации просто IP-шник менялся. Это довольно бессмысленное действие, потому что оно предполагает, что вы просто в режиме один к одному подменяете один IP-шник другим, а такой задачи, как правило, нет. Поэтому в какой-то момент просто выбросили это все из ядра, и больше оно этого не делает, просто потому что никому на самом деле такая функциональность не нужна. Какая функциональность при подмене IP-адресов нужна? Разумеется, главная функциональность это когда у вас отправителей много, а внешний IP-адрес один. Один классический пример, это когда у вас есть один единственный выход в интернет, и много абонентов, которые через него ходят. Тогда при отсылке пакета ваш IP-адрес подменяется на единственный внешний. И возникает вопрос, а что делать, когда при получении пакета надо подменить внешний адрес на ваш? На каком основании эта подмена будет происходить? Вот это и есть та часть теории, которая нам нужна, когда мы будем работать с NAT. Давайте мы для этого сделаем еще один хостик, будет называться клиентом. ВСНАП, тогда снап. Вот, значит, будет называться клиент 1. Будет присоединен он уже к сети только дип. Вот он. Давайте его сразу переназовем. Так вот, значит, идея состоит в том, что мы сейчас хотим при пересылке от клиента 1 к SRV, хотим подменить адрес на наш адрес SRV. Ну, давайте вот, на наш адрес нашего роутера. Давайте сейчас переключимся на роутер. Сейчас. Up. Итаж 2 поднимем. Это наш дип. Наша сеть дип. Адрес на ней нас намылим. Ну, какой адрес? Ну, скажем, 2.2.1. Вот, на нашем клиенте интерфейс поднимем. Адрес намылим. Это адрес будет 2.2.2. Это роутер. Да, это адрес будет 2.2.2. По пингуем 10.2.2.1. It works. Роут тоже добавим. Только дефолтный, конечно. Дефолт via 10.2.2.1. Да. И вот в таком состоянии будем жить. Вот. Вот, значит, роут у нас есть дефолтный, есть автоматически настроенный. Вот у нас айпишник. Все хорошо. Проблема в том, что уже прямо сейчас мы, в принципе, не можем даже попингать наш хост, который, который SRV. Почему мы не можем попингать хост, который SRV, который 10.1.1.2? Да потому что пакеты от него обратно не дойдут. У нас нету маршрутизации ничего про сеть 10.2.2.2. И дефолтный маршрут, если мы сейчас настроим туда, в интернет, на ETH 0, он тоже будет смотреть не туда. Мы в домашних заданиях решали такое. Но мы что можем сделать? Мы можем попробовать на маршрутизаторе подменить, ну давайте скажем сразу, что он forwarding. подменить IP-адрес входящих вот отсюда пакетов на 10.1.1.1. И все, что за интерфейсом ETH 1, будет весь наш трафик наблюдать как трафик, исходящий от хоста 10.1.1.1. А вот потом нам придется принимать обратно пакеты и разбираться вот этот пакет предназначенный 10.1.1.1.1.1 у он кому на самом деле? Как это разбираться чуть позже? Давайте сначала правила. Для этого мы воспользуемся линоксовым фойерволом, который называется IP-табель. Я знаю, что есть NF-Tables тоже, он типа круче, но я пока в него не умею. Возможно, я запилю курс межсетевые экраны в Unix, тогда мы поговорим про все, включая NF-Tables, но это не сейчас. Мы воспользуемся магической командой Epitables, потому что мы пока не очень умеем в межсетевые экраны. Вот есть какая-то статья, более-менее приличная на эту тему, из которой можно просто скопипастить картинки. Кстати, Epitables мы пользовались. Помните вот такую картинку? Единственное, что мы сейчас будем делать не так, как раньше, вместо James Caret мы будем явно указывать, какой тип адреса трансляции у нас происходит и какой конкретный адрес мы будем подсовывать. Давайте так, Epitables, минус A, ну, минус T-NAT, минус A, post-routing, post-routing, минус O, исходящий интерфейс, этаж 0, минус J, S-NAT, минус, минус, минус 2, sort, по-моему это так пишется, равняется, давайте посмотрим, нет не равняется, через пробел, наш внешний IP адрес, то бишь 10.1.1.1. давайте еще ради чистоты эксперимента ограничим диапазон входных адресов которые мы на тем вот вот таким вот образом минус с 10 2 2 0 слышь 24 только не то что ли то шаги о значит чем мы сейчас сделали ой а давайте мы удалим блин извините давайте мы удалим это правило и проверим что пинг это не работают я сказал что они не работают а вдруг они работают клиент 1 пинг 10 11 12 а почему пинге не работают ну понятно почему пинге не работают мы не знаем кому отсылать мы не знаем роутинга настроенного вот они до нас доходит эти пинге комодка отвечать мы не знаем мы не знаем у нас хоть анричи был сеть 10 2 2 2 вот так пинге наверное мы оставим пускай идут а вот здесь давайте попробуем вернуть нашу наше правило ой спинки пошли пошли пинге как и так получилось напоминаю что происходит мы преобразуем айпи адрес давайте давайте спидам сделаем цепи дамп минус и этаж 2 а у нас идет отличный трафик 10 2 2 2 на 10 1 1 2 пинг 10 1 1 2 на 10 2 2 2 ответ ну красиво правда давайте теперь посмотрим что видит наш 10 1 1 2 10 1 1 2 видит что не понял а да вот посмотрите что видит 10 1 1 2 это это не работающий видите ответов нету 10 1 1 2 видит что ему идут пинге не с адреса 10 2 2 2 как раньше ас подстав подставного адреса 10 1 1 1 отвечает ему 10 1 1 1 1 но в результате правила фаервола который мы сейчас настроить этот ответ преобразуется в ответ в 10 2 2 2 для того чтобы это сделать вот для того чтобы это сделать нужно отслеживать такие потоки данных и запоминать их и когда мы получаем пакет предназначенный 10 1 1 вот этот мы должны в него заглянуть посмотреть какому потоку данных он соответствует и на основании этого сделать обратную подмену адреса в данном случае потоком данных считается пинг почему пинг может считаться потоком данных по случайной причине на самом деле потому что у пинга есть помимо адреса отправителя еще серийный номер пакета видите это серийный номер самой коннекции id он у каждого пинга разные если еще раз запущу пинг с той стороны здесь будет другой id кстати давайте проверим это о 4 видите да то есть сетевой степ как-то понимает что мы это был предыдущий пинга это следующий и у каждого пакета внутри одного сеанса пинга есть серийный номер все это не имеет отношения к тсп никакого это свойство самого пинга вот и поскольку на этом основании можно различать пакеты они различаются конечно трек выглядит вот так вот он ведь он запомнил запомнил номер номер самого ну как бы сеанса пинга и дальше отслеживает пакет понятное дело что это случайность так обычно бывает не всегда вот поэтому давайте вместо пинга мы ему сделаем сократ только не 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 тот самый на обычный тсп чтобы не путаться тсп 4 лист в ронг номер офф параметер а понятно вот да вот мы слушаем на типе соединений давайте мы попробуем туда что-нибудь за сократить отсюда сократ минус 10 1111 111 тсп 4 двоеточие раза три четыре давайте мы пати себе дампом что у нас здесь происходит на роутере ой а это мы на роутере запустили это были бы не правы это надо было на сервере запускать это клетку я все запутался я запутался они отсюда значит здесь вот ты читаете лист надо внимательно смотреть на название хоста и заголовок это у нас сервер а вот почему запутался здесь остался от мц какая-то хрень на все равно видно что этой сервере на сервере у нас лист ну да 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 дорогой висан без без вот так лист на сервер у нас листом на клиенте на клиенте у нас сократ минус 10 и 4 и 4 да блин и 4 10 11 1 1 2 3 4 конечно рефьюст 2 вот и к этому черт давайте затормозим давайте спидом допустим спидом где-нибудь где-нибудь ну хоть на хоть на хоть на роутере на роутер где у нас роте вот роутер тсп дамп и этаж этаж 1 и себе вот на сервере листом предпринимаем соединение на клиенте какая-то фигня вот установила соединение обратите внимание что она уже по начиная и с точки зрения выхода пакета из из интерфейса и этаж соединение происходит не с адреса 10 2 2 2 а с адреса 10 1 1 1 ну и дальше мы отлично можем совершать всякие наши сократы ну как это обычно и бывает при этом как выглядит как выглядит вот здесь как конечно трекер я не то нажимаю вот здесь конечно трекер контракт минус и вот он конечно трекер говорит что вот она соединение то отсюда вот сюда идентификатор соединения в котором мы будем подменивать айпи адреса выглядящим образом source 10 2 2 2 destination 10 1 1 2 соус порт 43 686 destination порт 1234 что подменивать source подменивать на 10 1 destination подмене не так короче подменят на 10 а это обратная в обратную сторону source будет 10 1 1 2 а вот destination будет 10 1 1 1 отсюда туда поток так устроен оттуда сюда потока так устроен будем подменивать кстати по ходу мы можем подменить также и секрет шум номер на нет вот вот так устроен так устроена табличка подмены айпи адресов на основании тси пи на основании знаний транспортного уровня давайте мы посмотрим еще один вариант и на этом собственно дальше идет бла-бла я сожру ваши пять минут но прежде чем бла-бла мы должны посмотреть еще один вариант это destination на что такое destination на давайте мы создадим еще один клиент клиент 2 нет клиент 2 присоединенный к той же сети да клиент 2 да вам так давай мне давай логин хочу логин вот логин так значит сразу переназовем его ну понятно назовем его назовем его 10 22 ну скажем 10 какая нам разница и дефолт ве обратите внимание что в силу того что у нас работает над разумеется после такой настройки безо всякой маршрутизации еще и ну дополнительный еще и снова нашего клиента 2 даже вся фигня заработала вот от этого пинга connection tracker который где он тут вот он вот это вот от этого пинга connection tracker нет не вижу 10 вот да вот видите да что мы сейчас хотим сделать мы сейчас хотим на роутере сделать такой над который бы при приеме входящего соединения на нас на адрес 10111 перебрасывал бы это соединение на какой-нибудь другой айпишник то есть подменял бы не адрес отправителя адрес получателя как правило это нужно зачем это нужно если у вас на вашей машине настроен адовый фэрвол и он берет на себя все задачи а допустим веб-фер у вас на соседней машине и на веб-сервер вообще-то ничем кроме 80 443 порта лучше не пускать никуда никого на всякий случай мало ли какой-то веб-сервер стоит то есть подмена от адреса получателя destination над и эта штука которая нужна как правило для проброса так называемого проброса портов то есть у нас есть подключение конкретному порту на наш компьютер но в действительности она превращается в трансляцию этого подключения на соседний компьютер с подменой айпи адрес сетевой тот же самый на только подменяется не адрес отправить адрес получать давайте посмотрим в статейку тут прям все написано на этот счет вот destination над соответственно там была цепочка при пост рутинг после всего а здесь при рутинг перед принятием решение мастеризации если мы принимаем на интерфейс это h1 по порту тси пипа попал destination порт ну допустим 2 1 2 1 совершенно без разницы тогда мы перенаправляем все что весь трафик который приехал на 20 на пор 2121 интерфейс и этаж 1 перенаправляем весь этот трафик на другое место на адрес 10 2 2 10 у нас был я забыл 10 10 10 а значит по моему представлению в моем представлении сейчас это будет выглядеть так что если мы подключимся по пытаемся подключиться к роутеру по любому порту кроме 21 то ответит роутер а если мы попытаемся подключиться к роутеру по любому порту кроме 2121 а если мы пытаемся подключиться к роутеру по порту 2121, то происходит подмена адресов и мы полезем на 10.2.2.10 давайте проверять значит неткат неткат минус l2120 или нет, не знаю 1, 2, 3, 4 неткат я сказал да пробуем с сервера сервер пинг, не пинг, а неткат неткат 10.1.1.1 да, 2, 3, 4 бля-бля-бля ctrl-d сработало сработало пробуем 2121 ммм конечно refused не сработало кто это нам зарефьюзил эту коннекшен кто это такой наглый не хочет нас слушать да клиент 2 нас зарефьюзил нашу коннекшен на самом-то деле это у него на него сейчас происходит перенаправление трафика если он направлен на порт 2121 неткат минус l 2121 ну неткат я говорю пробуем ой извините мне кажется что я ошибся давайте еще раз попробуем тут остановим на сервере попытаемся сделать на 2121 кто нам ответит клиент 2 нам ответил мы тут не остановили черт ну ладно в общем время вышло но мы смотрим что вот клиент 2 он слушает на порту 2121 вот роутер он слушает на порту 2121 ему ничего не достается вот это вот здесь было неправильно сделано вот вот сервер который ходит на порт 2121 но при этом попадает это сервер сейчас вот это роутер роутер так ничего и не получил вот а клиент 2 вот у него это самое соединение на 2121 действительно вот пожалуйста вот вот собственно вот так давайте здесь остановим осталось немножко бла-бла я не знаю мне кажется да мне кажется правило аппетейблз превращается в инфтэблз без потерь даже есть утилит который это делает но что значит без потерь к сожалению а может быть к счастью у аппетейблз у инфтэблз разный разная семантика разное устройство синтактических правил да аппетейблз работает грубо говоря как утилит командные строки а у инфтэблз правила декларативные вот декларативные правила всегда лучше но такое дело значит я потрачу еще немножко времени на бла-бла но собственно мы уже посмотрели все что хотели прям все что хотели за исключением одного двух проблем значит проблема первая что является идентификатором потока в случае в случае в случае скажем цепи соединения идентификатором потока является четверка со спорта destination порт сорс адреса местные шансы хорошо ли это смотрите предположим у нас большая машина которая начнет все во все у нас есть хост а который спорта раз два три четыре присоединяется на хост цены на порт 80 и хост бы который спорта раз два три четыре присоединяется на хост сц порт 80 как различить заначенный вариант в котором в обратную сторону выясняется что от хоста 80 на наш хост по порту раз два три четыре пришло соединение выясняется что если так случится что два разных хоста соус порт у них будет одинаковый то просто переписать ip адрес не получится понимаете да в чем конфликт если у нас очень много в нашей сети заначенных хостов в какой-то момент и да и они все ходят ну не знаю там на гугл то в какой-то момент возможна ситуация что у них совпадут порты случайно выбираемые порты отправителя и получится ерунда вот чисто теоретически мы можем внедрить в качестве идентификатора потока учитывать еще и sequential number поскольку sequential number тоже здоровенное число и тоже случайно выбираемое вероятность того что случатся конфликты одновременно случайно выбранный порт и случайно выбранный sequential number совпадут это вероятность ничтожно мало таким способом можно решить эту задачу но давайте еще раз поговорим про синфлуд атак и на этом собственно закончим сегодняшний разговор есть у как я уже говорил в начале лекции у тсп недостаток связанный с тем что на каждое на каждый сим на каждой попытку подключения эти себе стек теперь писток вашего линукса и не только линукс заводит целый буфер на обработку будущего тсп соединения и начинает там вот что то делать если атакер захочет завалить машину чтобы не кончилась память ему достаточно несколько много раз в секунду миллион совершать посылать син пакеты он не справится делать тсп подключение ему то собственных ресурсов жалко он просто генерирует бесконечно много син син запросов и на каждый син запрос естественно в вашем ядре выделяется по буфер ну и в конце концов все падает предположим мы как то эту задачу решили на нашем сетевом экране на нашем фэрмоле по разному есть много разных логик как противодействовать син флуд атакам много и хотим сделать донат отгородить наш сервер в котором ничего такого нету от бессмысленных синов от хулиганов а делать так чтобы до него доходили только настоящие годные сины от настоящих годных подключений на 80-й порт ну или на 440 сделали донат перенаправили 440-й и 80-й порт на наш сервер чего дальше а дальше разумеется приходят хулиганы и шлют наши страшные страшные син флуд прямо на 80-й порт а мы его как дурачки транслируем плохая идея что можно сделать можно принять этот син самому не транслируя его на сервер отвлесить ак подождать синак что соединение подтверждено а вот это хулиганы делать не будут потому что на это они потратят столько же ресурсов сколько и мы ну так грубо говоря да на самом деле будут если это додос но это не важно вот и только после этого сказать о сервер ты знаешь я тут установил TCP соединение и она хорошее годное мне уже синак прислали нет не синак мне уже прислали на мой синак и начать перебрасывать цепи соединения нашему серверу в чем изникает проблема проблема изникает в том что мы уже установили цепи соединения сервер еще ничего не знает а мы уже установили мы уже генерировали свои собственные сексвешен наберы мы уже поговорили с удаленной машиной про sequential набер и про все остальное. Короче, TCP соединения мы уже занялись. А сервер еще ничего не знает. Теперь мы проксируем, ретранслируем, проигрываем заново это TCP соединение с сервером. Естественно, выбирая те sequential набер, которые он сгенерил. И дальше, при таком проксировании TCP соединения сквозь нас, мы вынуждены одновременно транслировать не только IP-адрес, но еще и sequential набер. Почему? Потому что о секуэн с абонентом договорились мы, когда делались этот самый синпрокси. А о секуэн с сервером мы договорились позже. И тот секуэн, который шлет сервер, надо преобразовывать в тот, о котором мы договорились с клиентом. Такая вот петрушка. Петрушка. Довольно сложный получается алгоритм. Если наш фаервол все это умеет, и умеет хорошо бороться с синфлудом, и у него есть какие-то специальные штуки. Да, вот Егор спрашивает о сам роутер. А сам роутер предназначен для встречания грудью таких атак. Например, он имеет какую-то логику относительно того, какие синаки сины не надо вообще воспринимать. Например, у него специально завышены буферы, потому что он ничем другим, кроме как защитать синфлуд, не занимается. Этим занимаются... Понятно, что это игра в полицейских и воров, и на каждый хитрый найдется свой, но в данном случае речь идет о простой пионерской попытке засинфлудить товарища. Но при этом идентификатором соединения, почему я вспомнил про эту тему сегодня, идентификатором соединения является не только порт отправителя, порт получателя, IP отправителя, IP получателя, но и какие-то sequential номеры, которые приходится ретранслировать и подменять. Что, в общем, совершенно несложно, просто логика работы такого рода ретрансляции становится более сложной. Если бы мы с вами занимались не линуксом, а, допустим, FreeBSD или OpenBSD, там в фаерволе это делается чуть ли не одной командой. В линуксе можно почитать про синпрокси. Я даже не стал давать ссылку, потому что нужно знание про IPTables для этого. Можно почитать, как устанавливается синпрокси, оно тоже работает. Там еще всякие синкуки надо дегенерить, то есть такая дешевая пластиковая имитация четырехуровневого рукопожатия, ну и так дальше, и так дальше. Про все это мы не будем говорить сейчас, и, возможно, не будем говорить в этом семестре, потому что просто времени не хватит. Все. Я, как мне кажется, выполнил все домашние задания свои, исправил все ошибки, которые только мог, и даже выжил 10 минут вашего лишнего времени. Причем боюсь, что лекции особо не сократить, потому что я гнал как не в себя. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Вот, собственно, Андрей спрашивал про изменение исходящего порта. Мы говорили, что такое тоже приходится делать. Секторан, а я даже не знаю, что такое секторан. Давайте посмотрим, что такое секторан. Нет, не только для секторан, но он придуман для секторан. Все, я вспомнил. Значит, СЦТП изначально пришел как раз из IP-телефонии. Но он еще, например, нужен для массового вещания. А нет, для массового вещания ДЦЦП. Он, в принципе, удобен, когда у вас ходит большое количество небольших поточков, которые надо объединить в один большой поток, а порядок этих небольших поточков не нужен. Сейчас попробуем на Википеде ответ на вопрос, где он еще используется. Ну, не знаю. Не буду врать. Вот тут написано про секторан, но на самом деле совершенно не обязательно. То есть любая ситуация, при которой вам нужно передавать много-много объектов в рамках одного соединения, удобно уложиться в СЦТП. Еще вопросы, если есть. Ага. Сокатом нельзя пробросить устройство. Тут Димка Димка спрашивает, можно ли сокатом пробросить устройство ДЕВ из сети. Сокатом нельзя пробросить устройство ДЕВ из сети, если под пробросом устройства вы имеете в виду управление этим устройством. И у КТЛ сокатом вам никто не пробросит, потому что для этого нужно огромный страшный протокол городить. Если речь идет просто о чтении из устройства, то есть input-output, то я думаю, что проблем особых нет, потому что если можно с экрана пробросить, почему мне пробросить устройство, которое поддерживает операции чтения и записи. Мне кажется, это можно сделать. Я не знаю, насколько это реальность, или вам придется пробрасывать только в одну сторону или только в другую. Но давайте посмотрим. Нет, боюсь, что непосредственно с девайсом работать он не будет. И я скажу почему. Потому что по-хорошему вы должны уметь работать не с read и write, а с send и receive сокетами. То есть вам нужно уметь обращаться, сокат умеет обращаться только с такими устройствами, по которым, возможно, пересылка асинхронная. Поэтому нет. Никак. ЮКТЛ это... Димка спрашивает, как передавать ЮКТЛ. Никак не передавать. ЮКТЛ это специфичный для каждого устройства системный вызов, у которого у всех устройства разные. Андрей спрашивает, может ли сокат пробрасывать физически реальный последовательный порт. Вопрос в том, что такое физически реальный последовательный порт. Думаю, что может. Сейчас попробуем спросить у интернетов. Но опять-таки, данные по нему наверняка может. Ну, а почему бы и нет. А вот управлять этим портом будет нельзя удаленно. Такие вот дела. Давайте попробуем. Но, мне кажется, пора заканчивать уже. Да, пожалуйста. Линк. Вперед. То есть, похоже, что вот этот самый... Ага. Видите, что он делает? Он говорит, что он сначала его представит как терминал. Ладно. Так что именно сериал-порт можно сделать. Хорошо, братцы, давайте тогда закончим. Время уже у нас 15 минут как. Я понимаю, что в этот раз у меня получилось лучше, чем в прошлом. И поэтому всем много интересного. Сразу рассказал. Но давайте хватит, потому что я боюсь, что монтажер задолбается вырезать 15 минут из моей лекции. И останется их место. Час 30, час 45. Вот. В следующий раз тогда мы продолжаем. У нас уже будет разговор про, видимо, прикладной уровень. Вот. На чем, собственно, всем спасибо. И до новых встреч. Давайте надеяться на лучшее. Спасибо. Спасибо.